Добрый день! Продолжаем подготовку к единому государственному экзамену по обществознанию. Сегодня мы рассмотрим также задание номер 28. Сегодняшняя тема – гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, принципы гражданства Российской Федерации, основания принятия в гражданство Российской Федерации, общий порядок принятия гражданства Российской Федерации, а также мы рассмотрим план. И на следующее занятие мы получим сегодня задание по СССР. Что такое гражданство? Гражданство – это правовая связь с человеком и государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. Соответственно, получается, вот это словосочетание «правовая связь» обязательно нужно дать для определения данного понятия. Что человек, когда имеет связь с государством, он становится гражданином. При этом эта связь обоюдная, соответственно, получается, у человека есть права и обязанности, у государства также есть права и обязанности. Я законопослушный, я плачу налоги, соответственно, я имею право получить что-либо взамен от государства. Что такое гражданство у нас определяется в статье 6 Конституции Российской Федерации, а также в федеральном законе о гражданстве Российской Федерации. Давайте рассмотрим принципы гражданства Российской Федерации. 1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положения, ограничивающие права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. То есть, если коротко первый принцип изложить, получается, гражданином Российской Федерации любой житель земли может стать, мы никого не ограничиваем в данном праве. Далее. 2. Принцип. Гражданство Российской Федерации является единым и равным, независимо от основания его приобретения. То есть, получается, потом мы рассмотрим основания для приобретения гражданства, если я родился на данной территории, или я потом приехал, получил гражданство. У нас у всех равные права. Например, если из истории брать период Российской империи, все общество было поделено на сословие, и у каждого сословия были различные права и обязанности. В современной России такого нет. 3. Третий принцип. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданство Российской Федерации. То есть, если у нас есть соглашение с любым другим государством о двойном гражданстве, любой гражданин Российской Федерации, любой срок, если он будет жить за границей в иностранном государстве, он не может потерять вследствие этого гражданства Российской Федерации. Четвертый принцип. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его. То есть мы никого силой не держим в гражданстве Российской Федерации, но при этом ни у кого насильно отобрать гражданство тоже не можем. Пятый принцип. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству. То есть получается, как гражданин Российской Федерации, все права, которыми я обладаю на территории Российской Федерации, я этими же правами буду обладать за пределами Российской Федерации. Если мои права будут нарушены, я могу обратиться к консульству или дипломатическое представительство Российской Федерации. Последний шестой принцип. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. То есть, если человек вследствие каких-либо жизненных обстоятельств оказался на территории Российской Федерации, он, прожив 5 лет, может подать на принятие гражданства Российской Федерации. так теперь давайте посмотрим на каком основании можно стать гражданином россии во первых это по праву рождения даже если это представитель другой страны но он родился на территории русской федерации то он имеет право получить наше гражданство в результате приемов гражданства если человек совершеннолетний и подает заявление на получение гражданства российской федерации то ему такое право может быть предоставлено третье в результате восстановления гражданстве это особенно актуально для нашей страны почему потому что после развала союза советских социалистических республик многие жители граждане союзных республик потом подали документы на восстановление гражданстве они были гражданами советского союза теперь они имеют право стать гражданами российской федерации следующее по иным другим основаниям это может быть усыновление или удочерение а также аптация до аптация например на таком событии можно рассмотреть как 2014 год возвращение автономной республики крым состав российской федерации любой человек проживающий на территории которая поменяла свои границы и стала частью другого государства любой житель вот данной территории может подать на вот этот принцип и получить гражданство той страны чей территории честь территории данная территория стала так давайте посмотрим на общий порядок получения гражданства россии какие условия нужно соблюсти мне необходимо чтобы было 18 лет чтобы написать заявление на получение гражданство российской федерации необходимо быть дееспособным можно прожить на территории российской федерации не имея гражданства российской федерации после этого подать заявление на получение гражданства россии при этом я не должен заниматься незаконными какими-либо действиями то есть быть законопослушным соблюдать законы российской федерации обязательное владение русским языком и тоже одним из условий является законный источник средств к существованию мы рассмотрели общий порядок получения гражданства россии так давайте теперь попробуем поработать вместе если у меня том комплекте измерительных материалов которые мне выдали на егэ попадется задание номер 28 под названием напишите сложный план на тему гражданство российской федерации что мне необходимо написать давайте попробуем пример рассмотреть какие пункты могут быть в данном плане что такое гражданство принципы гражданства не обязательно только сколько мы там написали их может быть только два например да единство равно независимо от обстоятельств приобретения то есть мы все граждане российской федерации имеем равные права и обязанности второе запрет насильственное лишение человека гражданства мы не имеем права своего у своих граждан отбирать данное состояние следующий третий пункт основание приобретения гражданства по рождению либо в результате приема гражданство 3 4 пункт требования к гражданам желающим получить гражданство российской федерации то есть получается это так называемый как мы уже рассмотрели общий порядок получения гражданства россии 18 лет совершеннолетия дееспособность и знания русского языка для того чтобы пунктов было три и более можно написать еще как подпункт понятие двойного гражданства российской федерации и с теми странами с которыми у нас есть соглашение о действие двойного гражданства на следующем занятии мы будем рассматривать самое сложное задание единого государственного экзамена по обществознанию это задание номер 29 написание мини с давайте посмотрим на одну из тем которая может вам попасться на данном экзамене так мы рассмотрели понятие гражданства это раздел право диного государственного экзамена по обществознанию и тема может например вот такая быть времена меняются и законы меняется вместе с ними латинское юридическое изречение соответственно чтобы мне написать мини сочинение с что нужно нужно раскрыть смысл данного высказывания нужно рассмотреть не менее двух теоретических положений которые относятся к данной теме и нужно привести не менее двух правильных примеров к этой теме соответственно получается в первую очередь конечно нужно проработать само высказывание что такое законы чтобы выяснить смысл какие идеи заложено в данном высказывании социальные нормы подразделяется надо вид на мораль и на право соответственно получается данном случае спрашивается только про право про те нормы нормы которые придуманы государством и поддерживается силой государства и обязательны для исполнения это законы теперь как мне выяснить идею тут написано слово время то есть общество прошло три большие стадии в своем развитии до индустриальное общество индустриальное общество и после индустриального общества или по-другому говорят традиционное общество промышленное общество и информационное общество мы живем в третьей стадии общества и соответственно получается что у меня спрашивают у меня спрашивают как менялись законы периоды изменения этапов развития общества я вам дал основные основную смысловую нагрузку данного высказывания потом вам необходимо будет написать теоретические положения потом к этим теоретическим положением надо будет подобрать примеры например чтобы они были правильны и при этом конечно необходимо написать общий вывод по мини сочинению спасибо до свидания